Привет, дорогие мои коллеги, друзья, подписчики, случайные гости канала. Всех рад приветствовать на развлекательно-познавательном портале о рыбалке и не только подслушано «Секреты рыболова». Друзья, прежде чем начать, у меня к вам огромная просьба. Как выяснилось, почти 98% зрителей смотрят меня без подписки. То есть всего лишь 2% те, кто просматривает видео, подписаны на мой канал. Это очень плохо для канала, это очень плохой показатель. Поэтому огромная просьба после просмотра видео, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо, давайте начинать. Итак, друзья, очень часто от начинающих и не только от начинающих рыболовов можно услышать такой вопрос. Как все-таки правильно намотать леску или плетенку на спиннинговую катушку? На каком расстоянии от бортика шпули должна находиться плетенка? Ну, в классическом варианте, в идеале, плетенка должна находиться приблизительно вот на таком расстоянии, как вы видите. Это очень легко проверить. Если вы приложите какой-нибудь предмет, линейку или ручку, то приблизительно-приблизительно должно быть около 1-2 миллиметра от бортика шпули до самой плетенки или лески. Если вы сделаете вплотную к бортику шпули, будет слетать борода и какую-то часть дорогой плетенки вы потеряете на рыбалке. Придется ее оборвать до тех пор, пока она не перестанет слетать бородой. Второй вариант это когда плетенки мало и она лежит практически на дне или занимает половину шпули. В этом варианте уменьшается дальность заброса и увеличивается трение о бортик шпули. Особенно это плохо для катушек с пластиковыми шпулями. На пластиковые шпули вообще не рекомендуется намазывать, но как вы можете видеть на водоемах, особенно те, кто любит рыбачить на донке, что очень часто на катушке кобра и им подобные намотаны плетеные лески. Теперь, как намотать плетенку с одного раза, чтобы она вот так вот хорошо легла, без остатка и не мучиться и не обрезать ее. Ну, для этого, конечно, понадобятся вам две шпули. Это, конечно, удобно, когда в комплекте у катушки есть запасная шпуля. Делается очень просто. Сначала вы наматываете плетеный шнур и поверх плетеного шнура вы наматываете самую обычную тоненькую леску дешевую. Не надо брать лески где-то диаметром 0,3-0,4. Возьмите леску 0,2, максимум 0,25 мм. Вот. Наматываете плетенку, сверху леску. Получаете оптимальный объем лесок на шпуле и потом перекидываете с одной шпули на другую. Сразу получается вот такой идеальный вариант. Если у вас нет второй запасной шпули, то, естественно, это придется подбирать опытным путем, несколько раз сматывая и наматывая. Очень многие рыболовы, чтобы не покупать леску дополнительную, наматывают под плетенку изоленту, там лекопластырь или другие подобные материалы. Этого делать не рекомендуется. Если вы купили плетенку, там, за 500, за 600, за 1000 рублей, то раскошельтесь 60-70 рублей на леску, которую лучше подмотать. Так витки будут более плотно лежать друг к другу, и это продлит жизнь плетеной лески. Ну вот, в принципе, друзья, наверное, вкратце и все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. А я желаю вам больших уловов не только на рыбалке, но и в жизни. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok